есть котлеты у нас есть нет нормально это просто шикардос надо еще за чем ехать еще магазин всякие хлебушки баклажанчик помидорчик всего набрать побольше боевой что они есть друзья мои это июль 2022 года база углянская кемпинг и 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 все друзья час дня все уже на пределе с этим веселым кемпингом мы уже почти все разобрали водка уже почти пустая осталось всякую фигню убрать и вот что у нас получилось шатер и две палатки сейчас все вот собирает кемпинговую мебель который быстро собирается ой ля ля все сверху одевается крышка которая будет непосредственно столом и во внутрь полочки все таких у нас такой таких этажерок у нас пару штук этого вполне достаточно устанавливаем интернет приехали в город затарился водичкой квасом яичками сейчас зашли пятерочку возьмем всякие разные вкусности и на рынок на рынке затаримся овощами фруктами можно позвонить рыбки и на берег набираю зубы свежачки вот вот Субтитры подогнал «Симон» 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 Посмотрим, что будет Дневная рыбалка в рыболуке Таксак нужно, , да? Так... белый... белый ходок Молодец, Сева, у нас уже 1-0, в пользу людей. Еще один, да? Белый. Вот, а у меня стоит фиолетовый и не алё пока. Корка не делай, давайте подводим, вот так подвалишу, да-да-да, вот так. Иначе влетишь так. Так. Белый, да? Белый, по-моему, да. Вот маленький фридайвер. Белый, по-моему, да. Белый, по-моему, да. Белый, по-моему, да. Маленький фридайвер. Маленького судачка. Две парклёрки подряд. Слушай, маленький фридайвер хороший взглянул. Ну, не трофей, не, Сев, так возьму, наверное. Сева, подожди, в сторону. О, давай, давай, давай. Северный фридайвер. Белый? Угу. Белый. Угу. Белый. так обрыв у нас пока обрыв попробую вам наверно чё своей снасти рассказать о снасти все лода у нас палки от sportex magnus board до 30 лб у меня travel четырехчастный по моему все лода полутора частник вот такие палочки повторюсь у меня travel 30 лбовый у него полутора частник катушка у меня в этот раз аккума комода 4 ну 400 серии лучше взять 300 серии поменьше 400 тут я взял по саму там 300 и поудобнее в руке будет лежать комода ss все лода катушка алиджис 300 от компании pacifan с алиэкспресс довольно-таки хорошая катушка плетенка суффикс плетенка суффикс 018 и у меня стоит у все вода стоит german multicolor по бюджетник а то это плетенка тоже 018 поводок у меня значит метровый просто и надежно или по другому счету того фирма с нагрузкой ну можно 30 килограмм 20 килограмм раз на 30 килограммов поводках фурнитура получше стоит метровый поводок он удобен тем что как бы и рыбу видно уже в метре от поверхности воды то есть ветлю появляется там застежка и и удобен тем еще что бровки там всякие перепады тоже проходят но метровый поводок он все таки по длине чем какие-то 50 сантиметровые на поклевку это не влияет рыбу удобно брать за длинный поводок подымать без без подсачника вот такие всякие нюансы раньше принципе вот я говорил что вертлюк откусываю я откусываю его но про сейчас мне некогда в этом верту как бы считаю что за слабое звено на на принципе для трейлинговой воли она не нужна он не нужен сейчас мне времени нету здесь сильно таких трофейных самов нету поэтому если не по саму а по судаку и по щеке то в принципе как бы нормально повторюсь как бы вертлюк это всегда слабое звено может подвести то есть звенья могут выскочить вот но я пока рискнул здесь тоже коряги близко не прижиматься оборвал еще словистый воблеродчик один так и вот разловил фридайвер маленький фридайвер от сальма очень но по крайней мере этот цвет работает отлично по-настоящему но но он а и 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 Что Дормот сделал сейчас? Это правило номер один, перед тем спиннинг положить. Хороший, нормальный. Второй на уголек? Да. Ты бьешь сегодня рекорды. Я чувствовал. Не тот же самый, тот оригинал. В июне оригинал хуже ловил, чем Герман. Вот покрупнее, это Герман? Это Герман, это оригинал. Пятна поярче, может быть не знаю. Сам поярче. Но вот это Герман ловил в июне лучше. Андрюха ставил оригинал, я вот это ловлю. Потом я ему дал подделку и сало ловить. Ну вот этот поярче, может быть ему яркие сильно не нравятся, не знаю. Хочу же проверить тоже эту теорию. Герман ловил в июне. Есть. Так, вроде неплохой. Опять фиолетовый, мой любимый. Такой же, как у тебя. Не торопись, я сюда тебя подведу поближе. Ты на пол постарайся не класть. Знаешь почему? Как он только дна касается, он начинает биться. Да, работает. Может попробовать перики поставить. Ты только что ловил, блин. Только что ловил. Да, видишь ты поставил свой и не перелавлюсь. Как-то перелавлюсь. Вот ты даешь. Вот они, разница. Внизу оригинал, наверху реплика. Кстати, глаз и на просвет. Если это фиолетовый, то это даже какой-то голубой с фиолетовым. Вот это больше голубой, а это фиолетовый. Может быть стать и в цвете делом. Видишь? Пятна ярче. И на просвет, ну это короче голубой, а это фиолетовый чисто. В оригинале ярче. На, попробуй, если не получится, тогда это что-нибудь. Я не помню, есть у меня такое еще или нет. Ну черный тоже хорошо ловил и белый хорошо ловил. Просто сейчас вот мне переключилось. А видишь дождик, это значит там линия немножко изменяется. Может быть и какая-то особенная дорога. Но с этой стороны ты ближе к берегу. Всех, ты до этого уже ловил. Ты меня по сути-то даже, не знаю, от тебя догнал или нет? Ты меня облавливал. Ты уже меня облавил. Да ладно. Фантазер. Нет. Сева. Ой, фиолетовый, блин. Какой крупный? Зацепленный. Зацеплен? Ну ничего нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, вроде вышел. Вот так в обраточку, короче, и в дырочке можно спасать. Но шанс, по крайней мере, увеличивается. Так, ну что, хвостов, наверное, МА-6 уже поймали. Такие, в принципе, неплохие. Килочки, килограмм. Пока двухщик нет, трофеев нет, но кормовой, хороший судак. Время, час дня по Москве. Водичка 24 градуса. Скорость 3,3,5. Я иногда 4 даю. Глубина 5 метров. Ловим на бандитов. Что у нас там? Белый хорошо отстрелялся. Белый ходок от Герман. Черный уголек от Герман. Сальма фридайвера, оригинал. Но сальма фридайвера много мелочи собирает. Сейчас поставил фиолетовый. Оригинал ставил до этого, что-то не очень. Вот с первой дорожки поставил, опять же, Герман. Реплика под именно этот уголкер. И сразу поймал. Наверное, килограмм 300 судачок, может быть, полторашка даже. Ну вот, здесь у оригинала пятна поярче. Сам он такой, какой-то более понасыщенный, фиолетовый. У Германа все это побледнее. Может быть, ему не нравятся сильно ядовитые пятна, не знаю. В июне мы тоже на это внимание обратили, что сильно ядовитые вот эти пятна ловили хуже, чем у Германа. У Германа они такие более тусклые. Ну и тот, и тот ловит, в принципе. Единственное, у этого жопой бокситкой заклеил. Ну, я не знаю, вряд ли игра изменится. Вот судаки появились, раньше их не было. Сейчас, наверное, здесь тоже клюнуть. Бокситкой заклеил, потому что жопа расщеплялась. Это у оригинала. В том году поймал я на него, по-моему, сама, и у меня жопа расщепилась, разошлась. О, была поклёвка. Сегодня пасмурно, дождик. Все утро. Сейчас тоже периодически моросил. Но судак поклёвывает, а ловить кайфово. Не жарко. До какого часа до трёх? До трёх? Десять. Фиолетовый. Хорошие судачки. Тихо, 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 всё-таки приехал, парень. Ну, всё-таки и так дёргается, и сядет. Ну, когда он на земле, он ещё больше. Так, опять фиолетовый. Ну, и вот такие мерные судачки. Где-то, наверное, кило сто, может быть. И побольше. Самое эффективное от этого, где-то, да, это только дальше, чтобы у нас не очень много. Блин, друзья, короче, сегодня весь день идёт дождь. Но судак поклёвывает, ловит. Благо, это летний дождь. Прям вообще шпарит их из ведра. Я какого-то дрыща, по-моему, пойму. Так, у тебя получше, да? Меня как-то давит. Не, поверху, по-моему, коряга вообще у тебя там. Да. Как ты вот не понимаешь, я не могу понять. Может, там у тебя коряга с судаком, конечно? Да. Ну, что, рыба нет? Нет, рыба есть. Рыба есть. Конечно, давит туда рыба. Бери этот самый. Да какая рыба, Сев. Здоровая ветка. Так, вот ветку нам надо отсюда отбуксировать. Где-то пол третьего приблизительно выключился вообще, да? Да. Итак, друзья, вот и подошла к концу наша, скажем, дневная рыбалка в рыбалке. Поймали мы в районе 20 хвостов, забрали около 10. Судак есть такой мерный, где-то килограмм 300-1,5 килограмма. Такой хороший судачок. Рыбалкой мы остались довольны. Сегодня мы, в принципе, решили отоспаться отоспаться после дороги и выехали в часу... На точку приехали в 11 часов. С 11 где-то до пол третьего был активный клев. Все. Смотрите новые серии, подписывайтесь, жмите лайки, ну и пишите комментарии, друзья, что у вас интересно, как чего у вас ловится, на что у ловится. Вот. Ну а мы поехали домой. 31. Продолжение следует... Приехали с дождевой рыбалки. Замерзли все, промокли, попы мокрые. Что-то даже костюм там пропускает. Непонятно. Куртка вроде нормальная, а штаны пропускают. Надо штаны. Благо взял это. Анарфиновские. Наверное, в следующий раз и их одену, если будет то, что кошмар вообще. И что-то нужно тепло кидать еще в рундук, на всякий случай. Да, Сев? Да. Даже салат сделай. Ты только заказал, мы тебе же салат. Ой. Настоялся? Вчерашний, да. Нет, вчерашний остатки. Ой, он, наверное, вкусный. Надо уху добавить. Давай. За первую удачную рыбалку. Да, за первую удачную, правда. Давай, дружище. Саленые огурчики и баклажаны. Короче, хорошо отрывачились. Первая дневная рыбалка. Июль 2022. Ушица. Первые ушицы. Первые 100 грамм фронтовые. Ой, какой же я довольный. О, заяц. Ребята, идет дождь, но судак клюет и в дождь. Вот наши результаты. 18 июля. Сегодня мы выехали, ну, поздновато, скажем так, из-за дождя. Думали, будет проливной дождь, но в итоге, как бы, вроде бы, хросящий. Все равно немножко промокли. Это с 11 часов до, где-то, получается, до двух. До двух часов дня. Есть вполне неплохие экземпляры. Ну, и были выпущены разноплановые дрищары. Берышки и маленькие судачаты. Как-то так. Надо было раньше вставать. Например, мы в 11 часов были на точке. А если бы мы выехали бы, ну, там, хотя бы в часов 5, результат был бы 100% в два раза больше. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...